Друзья, давненько на этом канале не было литья алюминия, а мне на моём самодельном ленточно-пильном станке как раз не хватает маховика для регулировки натяжения ленточного полотна. Вроде бы и мелочь, а работы с ней предостаточно. Видео будет полного цикла, начиная с отливки заготовки и заканчивая нарезанием шпоночного паза. Приятного вам просмотра! Кстати, друзья, в этом году канал Добрый Мастер также номинирован на премию лучший DIY блогер 2021 года. И в этот раз у нас есть все шансы на победу в номинации YouTube самоделки. Потратьте минуту вашего времени в поддержку канала. Для нас важен каждый голос. Ссылочка на открытое голосование будет в первом закреплённом комментарии под этим видео. Заранее огромное спасибо! За образец возьмём маховик от моего самодельного токарного станка. Это копия от станков фирмы JET. Кто ещё не смотрел это видео, ссылочка появится в углу экрана. Как вы уже поняли, эта деталь также самодельная, но изготовлена из целой самостоятельно отлитой болванки. Сегодня же сделаем форму для отливки. Так сказать, будем экономить металл. Все отверстия решил закрыть пластилином. Они нам пока не нужны. Ну а начнём мы с изготовления формовочной смеси. Рецепт подсмотрел на канале Fall Craft. Если интересуетесь темой литья, на нём очень много полезной информации. Ссылочка будет в описании. Основным элементом смеси является песок. У меня это самый обыкновенный сырой речной. Хотя это немного неправильно, так как фракция должна быть мельче. Но другого, к сожалению, не нашлось. Его надо просеять. В сыром виде это сделать очень проблематично. Придётся избавляться от влаги при помощи портативной печи. Скажу сразу, на весь объём у меня ушёл один полный баллон газа. Накрываем печь металлическим листом и выкладываем песок для сушки. По мере просыхания перемешиваем всё с шпателем. Влаги очень много, так как на Кубани недавно были дожди. После высыхания песка просеиваем его через сито. В моём случае для муки. Вот такой песок получается после всех этих процедур. Следующим элементом будет бентонитовая глина. Её можно найти в кошачьих наполнителях. Этот полностью состоит из неё. Наполнитель идёт в гранулах и их нужно измельчить до состояния муки. Я для этого использую самую дешёвую кофемолку. Помещается в неё немного, поэтому нужно запастись терпением. Да, и после помола глину нужно будет также просеять. Как показала практика, небольшие гранулы всё же остаются. Их нужно будет перемолоть повторно. Основные ингредиенты готовы и можно переходить к смешиванию. Так же, как и на канале Фолкрафт, состав сделаю 7 к 3, где 7 частей песка. Сухую смесь перемешиваю при помощи насадки миксер с шуруповёртом. Для увлажнения смеси готовим состав, состоящий из 50 грамм тростникового сахара и пол-литра воды. Тростниковый сахар повысит липкость смеси. Теперь аэрозольной насадкой увлажняем смесь и перемешиваем. Это также долгий процесс, который требует большого терпения. Когда смесь готова, она будет свободно комковаться от сжатия руки. Опалубку для формирования боки сделаем из этой сосновой доски. Её подготавливал для другого проекта, но можно и пожертвовать. На торцовочной пиле отрежем 4 заготовки. Вообще, размер опалубки будет 250 на 250 миллиметров. Далее ручным фрезером сделаем на каждой из заготовок пару продольных канавок. Они нужны для фиксации смеси в опалубке. Канавки сделал полукруглыми, так их будет легче очищать. Немножечко клея, думаю, не повредит. А зафиксирую каждую сторону на чёрные саморезы. Одну из сторон помечаем, чтобы после распила опалубки не перепутать. Ну а теперь на циркулярной пиле разделим на две равные половины. Вот что получилось в итоге. Даже несмотря на немного кривой распил, две половины стыкуются практически без щелей. Осталось придумать способ фиксации двух форм между собой. Из профильной трубы для этого выпилим уголок со сторонами 30 миллиметров. Его разделим на 4 части и закруглим углы. Всё обрабатывалось и сверлилось по парам. Так что, думаю, перекоса быть не должно. Прикручиваем эти уголки к формам. Не знаю, может быть я, как обычно, перемудрил, но придумал вот такой способ фиксации. Все отверстия калиброваны и сам штифт при изготовлении поки может быть извлечён. На штифтах изготовил конус, так будет легче стыковать две опалубки. В общем, всё готово и можно переходить к формовке. Сегодня плавить алюминий будем в печи от компании Плавка ПРО. Это самая большая модель из всей линейки ПМ5. Габариты самой камеры 250 на 250 и глубиной также 250 миллиметров. Благодаря паре мощных фехралевых нагревателей, печь способна достигать температуры в 1150 градусов, что с головой перекрывает все мои потребности. В этой печи можно не только плавить металл, но и при помощи неё заниматься термообработкой металла. Мощность этой печи всего 2 киловатта. И при этом всём необходимая температура достигается достаточно быстро. Например, до 100 градусов печь нагревается примерно за одну минуту. Корпус выполнен из нержавеющей стали толщиной 1,5 миллиметра. А мощный замок предотвратит печь от самопроизвольного открывания. Также имеется блок с пидрегулятором температуры. Сам регулятор находится вверху. Ниже клавиша включения печи и клавиша включения тенов. Ну и наверное самое основное это цена. Для такого объёма это просто подарок. Для тех кто в теме можете перейти по ссылке в описании и сравнить. Также сразу заказал щипцы для тигля и пару керамических тиглей на 450 миллилитров и 330. Большим и воспользуемся. Плавить будем алюминий разных мастей. Это остатки от прошлых заливок и корпус от какого-то приспособления. На пидрегуляторе выставим температуру в 700 градусов. Думаю такой будет достаточно. А пока металл плавится сделаем форму. Обязательно обрабатываем тальком для лучшего отделения впоследствии. Затем засыпаем смесь и тщательно трамбуем. Выровняем и подчистим остатки металлической линейкой. Далее устанавливаем штифты и вторую форму. После извлечения образца деталей сделаем литниковые каналы. Для этого я использую кусок ПВХ трубы для открытой электропроводки. Также из консервных банок изготовил литники. Установим их на свое место и можно заливать. Минут через 50 металл полностью расплавился и можно заливать. Это наверное самая приятная часть видео. Спустя полчаса разбираем форму и смотрим что же у нас получилось. Ну а получилось как я считаю очень даже неплохо. Но есть некоторые моменты о них позже. Далее срезаем литники из-за токарной для финишной обработки. Забегая вперед скажу, чтобы получить оптимальную поверхность, снял металла не больше полутора миллиметров с каждой стороны. И в итоге вот такая деталь у меня получилась. А вот и те моменты о которых я говорил. В этих небольших раковинах была смесь. По всей видимости она насыпалась с литников. А может просто не досмотрел форму. Но по составу металла эта отливка мне нравится намного больше. В ней практически нет мелких пор. Вот для сравнения алюминий, который плавили в газовой печи. Я думаю тут видно даже невооруженным глазом. Ну а нам осталось установить маховик на винт ленточной пилы. Для этого винт сначала протачиваем в нужный размер. Отлично. Кстати на маховике также сделал легкую накатку для удобного хвата. Теперь нарезаем резьбу для гайки и зафрезерной. Здесь выберем паз для шпонки. В маховике же паз проточим обычным надфилем. Можно конечно изготовить специальный резец и продолбить паз на токарном. Но как многие знают я человек ленивый. Готово. Фиксируем шрифт на своем месте и можно устанавливать. Ну что же друзья на этом у меня все. И если вам понравилось это видео не забывайте поставить лайк. И поделиться этим видео в любой социальной сети. Это здорово помогает в развитии канала. Ну а с вами был как всегда я Михаил. И это канал Добрый Мастер. Пока-пока.